В минувшее воскресенье Ежедневно Ангарский водоканал поставляет жителям округа до 100 тысяч кубометров воды. Она проходит несколько ступеней очистки и только после этого попадает в смесители. Контроль качества ведется постоянно. За это отвечает начальник лаборатории Татьяна Ковалева. В водоканале она работает уже почти 30 лет. Несмотря на то, что по профессии Татьяна химик, свою причастность к серии ЖКХ ощущает в полной мере. Мы постоянно осваиваем что-то новое. Это связано и с изменением в законодательстве, связано с улучшением материально-технической базы, приобретением нового оборудования, расширением определяемых показателей. Мы постоянно в развитии. За многолетний труд Татьяну Владимировну наградили почетной грамотой мэра. В канун дня работника сферы ЖКХ внимания были удостоены десятки сотрудников Ангарского водоканала. Многих отметили в том числе и на областном уровне. Сейчас на предприятии работает более 600 человек. Из них около 100 в профессии уже четверть века. Что касается коллектива, есть династии целые трудовые. Вот как-то посчитали династии Арусецких, они больше 100 лет работают. Если всех трудовой стаж сложить, отца, сыновей, жены, больше 100 лет получается в водоканале работают. Суммировав. Ну и таких очень много. Я вот честно говоря горжусь тем, что у нас такой коллектив. Традиции передаются от отца к сыну. Работа с серией ЖКХ предполагает колоссальную ответственность перед потребителем. Необходимо обеспечить чистой питьевой водой сотни тысяч жителей. Причем территория обслуживания распространяется на десятки километров, рассказывает начальник цеха эксплуатации поселковых систем Александр Крапивко. Мы обслуживаем сразу и скважины, и водоотведение КНС, и водоснабжение насосной станции. Получается полный комплекс в нашем цехе. За последние годы предприятию удалось провести существенную работу по модернизации сетей. Например, все насосные станции сейчас работают в автоматическом режиме. Это позволяет диспетчерам перенаправлять потоки воды удаленно, что значительно сокращает время на обнаружение неисправности и устранение поломок. Аварию ликвидируем не считаясь со временем, день, ночь, сменяя друг друга, бригада работает и ликвидирует. И вот это высшая награда, когда жители не задумываются, что кто-то когда-то ночью что-то делает, но вода у них есть всегда. За последние шесть лет водоканалы в рамках производственной программы заменил более 50 километров трубопроводов. Работу по улучшению качества услуг проводят ежегодно. Работаем и будем модернизироваться дальше. Планов громадье, в планах еще китайское месторождение подземных вод. Водоводы в Мегет наконец-таки мы уже подошли в проекте на границе того, что сейчас скоро будем заходить в экологическую и государственную экспертизу. Напомним, сейчас в перспективе Ангарского водоканала два масштабных проекта, среди которых строительство транзитного трубопровода от китайского подземного источника, который обеспечит город чистой питьевой водой на много лет вперед. Второй проект предполагает возведение водовода от Ангарска до поселка Мегет. Последний сейчас питается от нескольких скважин, большая часть из которых исчерпала свой ресурс. Предполагается, что разработка и согласование необходимой документации завершится до конца года. Субтитры создавал DimaTorzok